Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, мои дорогие, любимые! Какой умный час у меня! Друзья мои, я спустя несколько дней Решила выйти на набережную, прогуляться. Мы сегодня едем дорогу. Думаю, как приехала из Батуми и ни разу не прогулялась. Да, сейчас какой-то шум будет оттуда. Но, с другой стороны, там очень жарко. Я не хочу выходить. Что я могу сказать? Я нахожусь в каком-то состоянии, в летающем. Я еще не понимаю, где я, с кем я, когда я. Я просто часами сижу на балконе, когда у меня есть возможность, и молчу. И смотрю в этот парк красивой зелени. А сейчас я решила зарядиться энергией от этой зелени и от всего. Так же прекрасно дома. Вот я чувствую, что здесь мой дом. Мерсин, Турция. Это мой дом. Главный дом здесь. Может, когда я куплю квартиру в Батуми, будет по-другому, чем сейчас, в данный момент. Это дом моя, крепость. Муж мой. Партнер, друг, брат, сестра, дядя, тетя, дедушка, бабушка, папа, мама. Все, мой муж здесь. Дай Бог ему здоровья. И я оценила его заслуги в этот раз, в это лето. Столько у нас было всего интересного. Путешествия с детьми, поездки в аяш. Мой муж всегда стоял рядом. Может, не материально, но это не главное. Главное, чтобы он физически... Я чувствовала мужа возле себя, и я это чувствовала. Ну, а материально, благодаря платформе ГИГОЕС, все это. Потому что другого заработка у меня нету. Сегодня я еду на конференцию, приеду с новостями. Вы следите за моими новостями. У нас уже конвертация ценных бумаг в акции. Начался процесс. Вы понимаете, мы выходим на IPO, когда все члены сообщества и владельцы акций пройдут этот процесс верификации повторной и оформления бумаг на свое имя. Поэтому, мои дорогие друзья, я вас приглашаю в надежный бизнес. То, что делает компания, она все говорит. И инвестиции, это не спекуляции. Сегодня купить, завтра продать. Бумаги мы покупали по 10, по 20 евро. Сегодня они продают, их продали ценность, сейчас скажу сколько, 360 евро было. Вы понимаете, чтобы они так накопились естественным образом, должны было пройти года. Это реально. А когда... Поэтому, мои дорогие, задумайтесь и начните бизнес вместе со мной. Бизнес со мной, бизнес в моей команде. С лидером почти третьего уровня. Скоро буду лидером третьего уровня. Бабуля, как вам мои внуки? Как мои внучата? И то, что я записала видео, многие у меня новые подписчики, дорогие мои. Хочу объяснить вам, что моя дочь запретила мне показывать свою семью, потому что не все такие хорошие, можно так сказать, люди, человеки на этом ютубе и в этом мире. Поэтому несколько лет не разрешала мне ничего делать, вообще не снимать ее. А в этот раз как-то я говорю, можно я тебе сниму? Она говорит, конечно, я со спины сняла. И там какие-то моменты тоже были, сдалека. Так что не судите строго и не пишите гадости. Если потому что еще раз напишите, она это прочитает и все. Не увидите больше ничего. Я не обязана рассказывать семье о жизни моей дочери. Я блогер, это мой канал, и я рассказываю о себе. Многие моменты, естественно, не имею права рассказать. Многие блогеры не рассказывают все, конечно. Мы показываем то, что доступно. И поэтому, знаете, часто происходит, вроде бы смотришь, наблюдаешь за блогером. Вроде нормальные отношения, там живет хорошо. И баба сразу, и что-то происходит в семье. Шок для всех. Ну как же так? Ведь она показывала такую замечательную жизнь. Пеляшинова. Может, знаете, очень популярный. Она расстановки делает. Господи. Четверо детей у нее. Для меня развод был шоком. Потому что любовь, идиллия. Ну что-то я чувствовала, что-то тут не то. И многие очень блогеры так. Но у меня, в принципе, я говорю всю правду. С мужем у меня нормальные отношения. Да, есть минусы. Но они настолько маленькие, малюсенькие по отношению с плюсами, что я просто не обращаю внимания. Знаете, девочки, над отношениями надо работать. Я это всегда говорила, мой девиз. Потому что, если ты хочешь, надо определиться. Вот ты вышла замуж. Какая у тебя цель? Воевать постоянно или жить в гармонии и в комфорте. И смотря, отталкиваясь от этой цели, вы совершаете те или иные движения. Да, мой муж, иногда что-то ему не нравится. Они тут, допустим, так не положила, ложку не дала. Ну, надо, да, мам, говорить. Нормально говорить. У него, может, тоже какой-то вздык. Какая-то птичка ему принесла какие-то плохие новости. Позвонил кто-то. Что-то произошло. Вдруг что-то голова болит. Настроение. Ну, реакция ваша, она очень значимая. Если я буду цепляться за каждое слово. Ты что так сказала? Ты почему на меня громким голосом? Ты что, предслуга, иди возьми сам ложку. Да налей себе чай. И не будет у вас идиллии. И вы будете воевать всё время. И я знаю, что после того, как я сделаю какие-то те или иные движения, у меня улучшатся отношения с мужем. И он мне больше, лучше что-то преподнесёт. То есть мы делаем так. Я ему чуть-чуть, он мне больше. Я ему ещё больше, а он мне ещё больше. И вы тоже работайте над отношениями. Потому что долговые отношения нужно строить. Понимаете? Долгосрочные отношения. Долгосрочные. Нужно накапливать, впитывать, чтобы был какой-то интерес в жизни. Поэтому нужно двигаться. Женщина должна двигаться. Если она будет сидеть и тупо ждать от мужа чуда, то, видите, как люди живут здесь и живут просто в этих маршрутках, да, домиках. И если вы будете жить неинтересной, скучной жизнью, то ни один мужчина не будет долго с вами, я вам говорю. А когда ты чем-то занята, это его так подпитывает. Девушка, женщина, ещё вам хочу рассказать о чём-то. Сегодня вы замужем за очень богатым мужчинам, а завтра может произойти не знаю что. Этот мужчина может умереть, а этот вы можете развестись и остаться без каких-либо средств существования. Да будьте вы свободными, независимыми, финансово. И когда у вас бабки в руке, вы чувствуете себя по-другому, на одном уровне, даже в чужой стране. Вы поймите меня. Когда вы не смотрите, не считаете, что там вам хватит, даст ли он вам деньги, да зарабатываете вы сами. А как зарабатывать? Обращайтесь ко мне. Добрый вечер, дорогие. Ой, куриный суп закипел. Сейчас будем ужинать. Пожарила я сегодня вот такие пляжки. Купила их в Юзбире. Вот. Что там у нас в холодильнике-то? Холодильник у нас почти пустой, но мы не затоваривались, потому что не нужно. Так. У нас ещё есть чек-ков-те докушать. Вот. Салатик сделала свеженький. Вот. Всё нормально, хватит. Дорогу. С цветами я что сделала? Все опять спрятала на эту сторону. Эти сюда. Как-то так. Залила их водой обильно. Вот. Готовлюсь. Готовлюсь к разлуке. И здесь привела сегодня комнату в порядок. Всё почистила, помыла, попылесосила, перемыла полы. Надо, кстати, закрыть это окно. Ещё глажки, конечно, есть. Что могла погладила, что не могла нет. Вот. Чистая комната. Хоть приеду, будет чистота. Это вот наши чемоданы. Вроде бы посмотрела. А это нужно. И это нужно. И всё нужно. Вот. Смотрите. Ещё компьютер надо взять, потому что я там останусь. И важные дела. Поэтому нужно мне компьютер. Тут я пока сижу, видео вам открываю. Мы находимся на вокзале. Ждём своего автобуса. У нас два таких полных неподъёмных чемодана. Мой рюкзак. Людей очень много. Уезжаю. Что я могу сказать. Я на такой кофте. С коротким рукавом. Приятный ветерок. Приятный. Тёплый такой ветерок. Какая замечательная похода. Дай бог, чтобы в Анталии было так. В принципе, это одно же побережье. Поэтому и не. Такой красивый автобус. Смотрите. Мерсин-Нор. Прям современный такой. Классный. Автобусы красивые очень. Дай бог, чтобы наш автобус тоже был хороший. А ветер какой здесь. Это на возвышенной территории. Поэтому. Наш автобус. Дюня. Дюня. От Дениска. Какая-то. Вы знаете, я за мужем. Действительно, чувствую себя за мужем. Всё он тут сам делает. Заказывает этот. Я только иду молча. Мы так быстро доехали на автобусе. За 30-45 минут. Вообще. Очень довольны. Так что. Светимся в Анталии, мои дорогие. Спокойной ночи. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.